Почетный донор Игорь Ильяшов на станции переливания регулярно. Он сам здоров, готов поделиться здоровьем с теми, кто в этом нуждается. Много лет мужчина жертвует свою кровь. За это время, говорит, много повидал. Бывали даже забавные случаи. Был случай здесь такой. Мужчина сдавал плазму, его забраковали. Выяснилось, он поел пельмени с майонезом. И я сам был удивлен. Майонез, видим, я думаю, жир забил вот эти трубочки, по которым идет плазма. И мы не смогли взять. Опытные доноры знают, если есть желание сдать кровь для спасения жизни, нужно соблюдать определенные правила. Алкоголь не употреблять, не курить, не пить. Жирное все такое не кушать. То есть это диету соблюдать и отдохнувшись, прийти, сдать кровь, чтобы было все хорошо. Донорами могут стать не все. Есть медицинские ограничения. Хронические заболевания, недавно перенесенные операции, грипп или ОРВИ и плохое зрение. Если же противопоказаний нет, в Центре переливания крови ждут всех. Врачи говорят, каждая группа крови на вес золота. Универсальный донор крови, я подчеркиваю крови, это первая резус отрицательная. Резус отрицательная, потому что ее можно перелить любому больному, но в количестве не более 500 мл. Если вот авария в районе случилась и нет донора, то можно все это сделать. Потом, с последующими анализами, это никого не обязывает. А универсальный донор плазмы – это четвертая отрицательная. Донорам по-прежнему дают выходной день за сдачу крови. Процедура эта по закону безвозмездная. Но после сдачи донор получает пособие на питание 400 рублей с копейками. Мариана Мирная, Артем Сулайманов. События. А что у него?